Отрицательный, мне кажется, невозможный, потому что Путин зашел слишком далеко. И возникает такая вилка разногласий между Путиным и его ближайшим кругом, и круглоподельным. И такой, скажем, более широкой, скажем, такой прослойкой российской, называемой элиты, то есть вот этой анегархической, чиновничьей. Потому что интересы Путина завязаны на поддержании собственного мачистского имиджа. И любая уступка означает проявление слабости. Я не случайно вспомнил «Алганистан» в 89-й год. Какая уступка? Он даже Донбасс не готов сдавать. Уж про Крым даже говорить не надо. Он из Сирии якобы уходит, но мы понимаем, что сейчас продолжается экспансия. Буквально вчера новость о том, что в Египте собираются базу строить авиационную. Суда они переговоры ведут. То есть это наклонная плоскость. У наклонной плоскости одно направление движения, и если мы говорим о законном физике, скорость ускаляется. Поэтому ничего бы другого не может. Так всегда происходило с этими режимами. Режим, который перешел в персоналистскую диктатуру, должен накачивать этого диктатора вот этим образом непобедимости. И что очень важно еще, пока диктатор выглядит как бы неуязвимым, пока за ним есть вот эта аура побед, никогда, ни при каких условиях никто не поднимется. Опять, люди выходят на улицу, когда чувствуют, что режим ослаб. Это ни на прямую не связано с ухудшением экономического положения. Если хуже жить, люди просто переходят в режим экономии, пытаются как-то пристроиться, но никто не пойдет на сильную власть. Ну, мы в большинстве вспомним, в конец 80-х годов режим слабеть стал. Опять, вектор движения был принципиально другой совершенно. Сегодня вектор идет на ужесточение. Понятно, что в условиях нарастающих западных санкций режим должен мимикрировать как-то. Поэтому сейчас вот появились вот эти, вот вся избирательная шумиха, поэтому, ну об этом будут говорить в следующей панели, появляется Собчак, совершенно очевидный, который ведет компанию, между прочим, если Навальный ездит по российским городам, сообщается за границей. Там, там сейчас проходит линия фронта. Там надо доказывать, что в России есть хоть какие-то элементы демократии. Но уступка означает проявление слабости. И Путин хорошо понимает, опять, это инстинкт диктатора, поэтому он так долго там находится у власти. Он на это он идти не может. И, судя по всему, как бы вот это понимание того, что он не уступит, оно уже начинает как бы превалировать и в сознании, в сознании западного истебричмента. Хотя, конечно, я повторяю, конечно, глубина проникновения в него, в таких странах, как Австрия, Германия, Италия, Англия, вот, конечно, просто вот только сейчас начинаем понимать масштаб вот этой гигантской спецоперации. Смотрите, как он не может. А может... А может...